Девчонки, всем-всем привет! Рада вас видеть на своем канале. В сегодняшнем видео я вам покажу, какие у меня обновки из одежды появились на осень, поэтому приступаем к обзору. А начну я с супер классного магазина одежды, который называется iSwag Shop. Вот эта замечательная футболочка с баской на мне сейчас из этого магазина, и я ее носила очень часто, когда было жарко, с тех пор, как мне пришла эта футболка. Она отличного качества, она из хлопка, и небольшой процент эластана, по-моему, есть, потому что она тянется. Идеально подходит и к юбочкам, и к джинсикам, и на каждый день. Можно даже на работу, в принципе, здесь такой рисунок, но если не какой-то строгий дрэск. Замечательная футболочка, которую я очень люблю и с удовольствием ношу. Следующая вещь тоже одна из моих самых любимых, и это будет, пожалуй, вот фавориты этой осени в нежной расцветке, такой. Это свитшот, замечательный материал. Кстати, вся их одежда вот помечена таким значком, как под кожу. И вот с этой стороны яркая зеленая этикеточка iSwag Shop. Можно вот в инстаграм здесь как хэштег найти. Многие и знаменитости там я видела есть, которые покупают одежду в общем необычные, очень крутые такие стильные вещи. Понравился этот магазин до безумия. Здесь у меня размер С, и вот в этой кофточке размер XS. XS мне подходит больше, но, по-моему, когда я выбирала, там на сайте не было XS. Мой следующий свитшот тоже из этого магазина iSwag, тоже в размере S, вызывает просто такую реакцию вау. Он очень цветной, очень позитивный, очень, в общем, очень-очень-очень из классного материала, поэтому с удовольствием вам советую этот магазин. Там много таких вот именно необычных, каких-то дизайнерских, интересных вещей. Кстати, на эти вещи часто делают подделки, а вот это именно оригиналы. Теперь перехожу к покупкам на сайте Choice. Заказала я вот такое в красивом цвете, в моем любимом оттенке бирюзово-голубое платье бандаж. Оно стоило там недешево, но платье качественно, хорошее. Я заказывала размер M, пришел мне размер L, и, конечно, он на меня безумно широкий, здесь две меня поместятся. Когда я буду делать заказ, если еще будет это платье, обязательно закажу и себе такое, потому что качество у него действительно отличное, и цвет замечательный, который мне хорошо подойдет, но вот немножечко они не тот мне размер положили. Следующее платье с этого же сайта у меня ассоциируется с весной, потому что здесь такие салатовые оттенки. Платье неплохого качества, это синтетика, но, в принципе, на один вечер куда-то одеть можно и днем. Единственное, мне не нравятся вот эти вот бантики, здесь и ниточки есть небольшие, вот, и их либо отпороть отсюда надо, но вот само как платье без них смотрится, хорошо. Даже вот на каждый день куда-то в кафешку выйти, но бантик его делают проще. Следующая вещь уже более базовая, коротенький топ, как футболочка сделан с достаточно глубоким таким декольтем. Базовая подойдет под высокие вот такие юбки с высокой талией, например, либо шорты с высокой талией. У меня М размерчик, но можно было бы взять и С, он мне тоже идеально бы подошел, потому что он тянется. И это хлопок. Такая симпатичная на вид кофточка, но которая мне напомнила вот просто шторки, занавески какие-то. Если вы пройдете по ссылке, то вы увидите, насколько привлекательна эта кофточка с шортиками там и смотрелась. Думала вот с джинсиками, с шортами, но, к сожалению, в реальности вообще не оправдала ожидания. Платье необычное, симпатичное. Вот, во-первых, покажу вам спинку. Она сделана так вот. Вот эта часть, то есть здесь пуговичка есть, дальше как лифт здесь идет, чтобы не просвечивался вот этот гипюр. Далее юбочка, она снова вот все сделано из одного материала, но вот здесь снова же как и лифт идет юбочка такая коротенькая. Мне не подошло это платье по длине. Оно слишком длинное для меня, хотя оно неплохо смотрится, в принципе, с туфельками, но мне просто некуда такие длинные платья носить. А так тоже оно неплохое, материал достаточно приятный. Вот кто любит такие платья, можно там на день рождения куда-то одеть тоже в кафе, например, на вечер какой-то. Еще покажу вам небольшую свою покупку в магазине Terra Nova, там скидки сейчас огромные, и я приобрела себе вот такие белые шорты, потому что одни белые у меня уже года три, наверное, я их ношу, и уже такой не белый цвет, а более сероватый, поэтому все, я их уже выбрасываю. И вот взяла себе на замену джинсовые, они очень такие тоненькие джинсы здесь. И, например, в прошлом году я покупала вот такие себе шорты тоже Terra Nova, практически такая же модель, единственное, здесь видны две пуговички и джинсы более плотные, чем в этих. Вот эти легенькие, хорошенькие, тоже на каждый день я шорты очень люблю, и летом это для меня must-have, и их много не бывает. А теперь я вам покажу мои очень удачные покупки на сайте SheInside. Мне очень нравится этот сайт в последнее время, потому что вот единственный сайт, наверное, остался из тех, которые меня радуют, и постоянно какие-то вещи там красивые, необычные, которые не встретишь у нас на улицах города, плюс цены очень-очень приемлемые. Во-первых, вот такие красивенные джинсы, необычные, они мне подошли отлично вот здесь вот, но они широковаты немного мне вот в этой области, поэтому посмотрю, либо я немножечко поправлюсь, либо придется их ушить совсем чуть-чуть. Мне не понравились вот именно какие здесь и кармашки, и вот этот вот необычный вот, ну как бы здесь квадратиками вставочки такие сделаны, хорошие джинсы, качественные, стоили тоже буквально копейки, как для джинсов. Далее был такой костюм, юбочка с лисичками в приятном нежно-розовом оттенке, и вот такая кофточка, она необычная. Я еще, честно, ее ни разу не надевала, но думаю, что вот именно эту верхнюю часть я обязательно буду носить, она вот сзади на пуговичках, очень необычная, классно сделана, легенький материал, на каждый день подойдет, а юбочку, скорее всего, я какой-то девочке помладше отдам, потому что она более игривая, она, кстати, не короткая, отлично. Вот это платье меня менее порадовало из всех остальных вещей, потому что здесь не очень выгодное декольте, скажем так. Оно сделано вот именно в форме треугольничка, и оно более красиво смотрится, когда оно поглубже. То есть, если такое декольте, я думаю, оно бы отлично смотрелось в виде полукруга, потому что так как оно сделано вот именно в этом варианте, то смотрится вот выше, чем надо, и какая-то недоработка, кажется, в этом платье. Так оно тоже достаточно длинное. Здесь две вещички, то есть первая идет как такая, как это называется, забыла, как это называется. Если мы надеваем вот эту вещь, потом вот эту, она абсолютно не просвечивается, и также есть классный поясочек, который можно, в принципе, использовать и где-то в других образах. Следующая вещь, ну просто вот супер-супер-пупер. Это такой свитерочек легенький на осень, здесь флакончик парфюма, я думаю, тоже будет моим фаворитом. Здесь прекрасный материал, здесь вообще никаких недочетов я не заметила. Буду носить его с джинсами, либо с леггинсами колцедония. Очень классный, если они там еще остались, то обязательно покупайте. Я вообще ожидала, как на картинке было показано, что будет размер прям такой какой-то мешковатый, очень большой. Но он хороший, в меру такой широкий, в меру длинный. Следующая вещь, которая мне пришла, это у нас в размере М, кроп-топ, как его называется, такой укороченный топ. И он на меня большеват, размер М. Если бы он был немножечко уже, то я думаю, что его носила бы прям не снимая. Шортики я только что постирала, поэтому я их показать не могу, но я вам покажу вот на этой картинке. Скажу, что они очень замечательные, они с завышенной талией, они отлично смотрятся на фигуре. И они такие необычные. Вот именно такие шорты я хотела, плюс они темного оттенка, не светлого. Мне хочется еще с завышенной талией, но светлого оттенка. Шорты классные. Следующая вещь, очень актуальная этой осенью будет, это джинсовые платья. У меня с рукавом три четверти, мой самый любимый рукавчик. Вот так оно выглядит, яркий такой джинс. Я его стирала, но не поверите, что отсюда вообще краска не выходит, потому что я даже в таких обычных вот марках, например, как Mango, как Collins, покупаю, когда джинсы, оттуда вот этот яркий цвет выходит. Здесь нет. Очень хорошее, оно не слишком толстое, такой неплотный джинс, поэтому идеально подойдет для осеннего времени года. Здесь был поясок, но он абсолютно неудачный, поэтому я его сразу выбросила, буду носить с другим пояском. Вот такой фасон, как бы юбка-колокольчик, наверное, оно мне совсем чуть-чуть широковато на моей фигуре смотрится, но в остальном оно мне очень понравилось, немножечко ушью и буду тоже носить с огромным удовольствием. И последняя вещь, которую я вам покажу в этом видео, будет такие актуальные кимоно, которые вот сейчас как раз не очень холодно, не очень жарко, можно их носить, стильно смотрится. Вот как вижу, это кимоно я, то есть джинсы, например, по цвету очень подходят, видите, такой синий оттенок. Это просто тонкая ткань, я ожидала немного другой. Вот здесь бахрома, и, например, одеваем белую, либо молочную, светлую, какую-то синюю маечку можно, одеваем джинсы, либо шорты, и сверху вот такая накидка смотрится стильно, классно, хорошая. И по размеру там был один размер, насколько я помню, и он мне идеально подошел. Вот там есть различные оттенки, пастельные, более яркие, поэтому на любой вкус. Тоже очень понравилось, вообще никаких недочетов здесь не было. На сегодняшний день это все мои обновки, увидимся в новых видео, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok